так ну вот тут теперь главное все сделать по уму все сделать правильно так пока все уберем так вот тут можно ставить шкаф вы тут тоже сделать застройку но это в будущем пока здесь начнем с этого места так вот так вот главное здесь чтобы стала вот таким вот образом стена но она не встает это очень плохо здесь главное чтоб вот именно встала стена вот теперь она встала супер делаем стену вот так вот ставим крышу вот так вот вот здесь мы проползали потом если крышу разрушить стена снова стоит в общем вот такая система так еще раз так она встает так она она так она тоже встает давайте тогда будем здесь проползать а не тут я уже проползти не могу застраиваю пещеру предыдущую пещеру ребятки я начал застраивать но у меня получилось не очень хорошо я забыл спальник внутри кинуть в общем забыл кинуть спальник убил себя убил себя возродился но в своем основном доме уже собрал ресурсы думаю бежать а потом вспомнил что в стенаже у меня там стоит а спальник я внутри забыл кинуть так что в общем сейчас по новой все строю в другой пещере ну принцип такой же этот раз я спальник не забыл вон кинул здесь спальник дерево обязательно должно быть чтоб можно было поставить крышу ну вот пока пока здесь железо пока у меня здесь ресурсов нету надо будет мвк добить не достать принцип такой что вот видите придется ломать рейдером стену вот если они это сделаю дальше им придется уже через мои ворота я вот здесь вот посмотрел главное чтоб вот эти вот чтоб тут нельзя было пройти по краям здесь нельзя и здесь нельзя пройти тут в принципе можно тоже стену поставить ну посмотрим пока просто с ресурсами не очень хорошо надо добывать это пока я делаю камень ну или пока вообще не делаю посмотрим так здесь вот одни гаражные ворота ну вот в эту сторону не нужно у меня проход будет вот сюда то есть тут сейчас еще вторые гаражные ворота поставлю здесь еще несколько гаражных ворот а тут все стены сделаю тут еще один есть такой проемчик ну вот я не знаю у меня его наверно не получится застроить потому что слишком высоко фундамент вот так вот высоко и уже не ставится ну вот наверно что нибудь придумаю ну вот наверно что нибудь придумаю ладно придумаем потом но главное вот эта буферка у меня главное вот эта буферка здесь крыша должна ставиться вот и там проход теперь можно ходить вот так это будет выглядеть пока я играю вот с этой дырочкой только не знаю тут вроде бы нельзя внутрь попасть я тут прыгал прыгал никак персонаж не пролазит так что с этим все должно быть в порядке а вот отсюда кстати можно будет и расстреливать ну посмотрим и не знаю что тут еще пока придумать в принципе можно тут стену поставить ладно это будет видно потом в общем пока вот так устроюсь ну что же закончил я обустройство только что своей пещеры ну и давайте продемонстрирую что я тут наворотил ну здесь сам вход буферка но об этом позже здесь у меня печки можно было конечно заморочиться и застроить поставить шкаф вот в этот проем как вы видите здесь такой проем но я не стал заморачиваться база конечно должна быть хорошо укреплена это я понимаю но для меня здесь еще важно так как играю я один чтобы она не кушала много ресурсов как вы знаете для поддержания базы нужно подкладывать шкаф ресурсы вот на данный момент сейчас у меня база кушать не очень много как вы видите камня 300 металл 300 ну и чуть-чуть мвк вот это очень мало это это очень мало ну для сравнения что у меня предыдущая база была тоже маленькая небольшая там всего три клеточки было у меня и ресурсов кушала чуть-чуть побольше вот если бы здесь вот застроить вот этот вот проем можно было я сначала хотел это сделать вот здесь вот продлил вот туда вот и застроить все это и там вот был бы шкаф можно было это сделать но я не стал заморачиваться ребятки чтобы ресурсы много не тратить поэтому вот эту вот маленькую пещеру грот вернее я застраивать не стал ну а здесь все просто шкаф я просто застроил на всякий случай ну хотя опять таки тоже надобности в этом нет потому что если рейдеры через мою буферку сюда попадут ну соответственно у меня все самое ценное в этих ящиках ну лут весь так скажем а в шкафу только ресурсы в шкафу только ресурсы здесь ресурсов у меня на 12 дней я так его полностью сейчас забил и больше уже заниматься добычи не буду камни много мвк тоже много металла тоже много в общем вот полностью шкаф забит и до вайпа так будет стоять 12 дней ничего больше уже сюда забивать не буду здесь шкафы эти ящики нпз сюда поставил я купил сюда еще большую печь хотел ее поставить но она почему-то сюда не ставится видимо потолок мешает это у меня тут музыкальные инструменты ну повтыкал все подряд вот поставил даже этот генератор ну и не генератор а этот аккумулятор у меня есть турелька в принципе если подключить сюда поставить генератор топлива у меня много больше тысячи и с помощью генератора запитать вот этот аккумулятор будет электроэнергия и поставить турелька но турелька блин жрет 10 единиц электроэнергии поэтому топливо будет уходить давайте смотреть на мою буферку как я тут что обустроил ну вот тут вот еще одни гаражные ворота нужно поставить я еще их не поставил закончились у меня тут ингредиенты шестеренки нужно найти вообще вот застроено все вот так вот значит здесь будут одни ну давайте я с другой стороны буду показывать буду показывать со стороны рейдера так вот это все выглядит у меня вот таким вот образом здесь кстати удобно в пещере жить почему потому что ресурсы тут появляются камни то есть мне не нужно добывать камни снаружи вот здесь буквально через каждые там 15 минут появляется вот камень железная руда серо и нет надобности мне уходить за деревом только нужно ходить наверх вот это вот тоже моя грот где спальник забыл кинуть ну сейчас попасть не могу жду когда там в шкафу кончатся ресурсы смотрите как это все работает приходят рейдеры здесь стена вот здесь вот это я ломаю когда выхожу из игры соломенную крышу ломаю и здесь фундамент и стена из мвк то есть для того чтобы попасть в пещеру нужно рейдерам взломать вот эту вот мвк стену ну это соответственно 2000 прочности это сколько 8 сишек да вот когда я просто хожу брожу у меня вот здесь крыша чтобы все время не ломать потому что если стену сломать то внутри я только смогу оказаться умерев и проснувшись там в мешке спальник надо не забыть постелить я вот там забыл постелить и все здесь уже спальник лисит смотрите ломают они мвк попадают вот в этот проем здесь что здесь у них выбор ну тут вот не пролезть здесь слишком узко поэтому у них выбор либо ломать стены либо фундамент стену ну стену не знаю как они тут будут ломать туда на сишку конечно можно накинуть либо ворота ну допустим выбрали они ворота попадают они сюда здесь тоже все железо тут железо причем вот за этой железной стеной там еще две каменные стены поэтому если сюда они будут ломиться ну проблемно тут две стены надо будет ломать гаражка вторая сломали попали сюда здесь что здесь тоже все железо поэтому ломать что ломать только снова гараж ну либо ломать фундамент ну тут все железо вот попадают они сюда ну тут уже у меня камень тут железо не будет но это последняя гаражка в принципе вот так вот ну я не знаю как рейдеры будут действовать будут ли они заморачиваться с этими гаражными воротами либо будут сносить фундамент тут вот тоже видите две стены поэтому если там железную стену вынесут надо будет еще каменную выносить вообще зная устройство моего дома вот я то лишь лично знаю я бы конечно ломал фундамент нужно сломать всего лишь два фундамента тут у меня видите треугольник но дело в том что рейдеры то не будут знать устройство моего дома поэтому вполне вероятно что они пойдут по наиболее наиболее сложному пути это вынес гаражных ворот будут выносить гаражные ворот а я бы все таки наверное вот здесь вот уже на этом этапе лобал ломал бы вот этот фундамент раз и потом нужно было бы сломать еще второй фундамент вот этот фундамент это в сумме 2000 и тогда по не пуже все были здесь два фундамента это 2000 и они попали сюда ну соответственно если они будут ломать гаражки то это сколько гаражик тут раз гаражка два гаражка но есть три гаражка три гаражки это 1800 ну по сути то же самое в принципе вот это тоже можно закатать в мвк закатать в мвк ну не стал заморачиваться чтоб просто ресурсы больше не кушала у меня это база значит раз гаражные ворота два гаражные ворота три и есть будут четвертые четыре гаражных ворот это 2400 вот так можно конечно ставить мвк двери но опять таки это все будет у меня ресурсу кушать вот такая вот пещерка у меня здесь застроена ну тут я так вот обустроился вот здесь еще подумаю может быть как-нибудь вот здесь не знаю получится или не получится в принципе здесь если вот разместить турельку и туда вот ее направить ну не знаю надо это или не надо посмотрим вот так вот все у меня ребятки тут обустроена у меня музыкальный инструмент можно поиграть вот так вот это я все упер спер бегаю по рейженным домам а барабаны ну-ка барабаны эх второго бы человека за пианино мы бы тут хорошую мелодию сыграли ладно ребятки все заканчиваю это видео в принципе я сейчас буду ложиться спать поэтому перед тем как выходить из игры вот сейчас продемонстрирую что я делаю так спальник у меня здесь есть да спальник самое главное не забыть перед тем как выходить из игры сейчас я продемонстрирую что я делаю так темно к сожалению ну ладно так ну можно конечно и стрельнуть блин чуть чуть не хватило чуть чуть крышу не хватило сломать так вот тут еще надо гаражный ворот надо сейчас тогда с этой стороны раздолбаем так он туда надо пульнуть в крышу в крышу надо запульнуть нифига не видно только все попал я да попал все видите и там теперь стена мвк восстановилась ну а когда завтра буду выходить снова ставлю крышу и там появится у меня проход вот так вот ребятки я застроил пещеру конечно можно застроить более круче так скажем у меня система с одной стеной а можно поставить систему со стеной и с крышей но в этом случае более геморройно так скажем то есть там ну ладно не буду я об этом рассказывать в общем можно застроить на большее количество сишек стену и плюс еще крышу придется рейдером ломать вот ну и тут соответственно тоже все улучшить до железа до мвк и больше гаражик воткнуть и плюс как я сказал вот этот вот грот тоже можно полностью закрыть застроить тоже вот так же стеной чтобы можно было туда попадать только ломая ломая стену либо вот ставили крышу как у меня там можно можно но это все говорю будет кушать ресурсы гораздо больше чем это кушает у меня база сейчас ладно ребятки все заканчиваю это видео как я застроил пещеру это конечно мой не единственный домик у меня там еще один есть домик ну вот и здесь второй домик так что я думаю давай по тут этот у меня домик это мое поселение моя так скажем база продержится ну хотя в принципе не так сильно на уши и укреплена ладно все заканчиваю всем пока и не пропускайте видеороликов из серии дневников раз всем удачи и безопасного дома увидимся